Здравствуйте! Непредоставление преимущества одна из распространенных причин ДТП. Об этом инспекторы ГИБДД напомнили водителям. Все подробности далее. Пятна крови на асфальте, рядом поврежденные машины. ДТП, в котором пострадал человек, произошло сегодня утром. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Рахи столкнулись Киа и Фольксваген. Съездил с моста на разрешающий сигнал светофора. Машины и автомобили находились в заторе. Два ряда, средние и крайние левые, они остановились. А с крайнего правого мне вот прямо в переднюю часть автомобиля влезло за кольцваген. В аварии пострадал 30-летний пассажир Киа. В момент удара мужчина находился на заднем сидении автомобиля. С травмами его доставили в больницу. По словам сотрудников ГИБДД, непредоставление преимущества – одна из основных причин аварийности на дорогах. Выезжая из прилегающей территории, мужчина пытался сразу занять среднюю полосу. При этом создал помеху другому водителю. Вам даже автомобиль другой посигналил, вы его не пропустили. Вообще по сторонам-то смотрите, когда выезжаете? Обязательно. Машина шла, так она шла далеко. Я вышел во второй ряд сюда для разворота. Ну, начнем с того, что при повороте направо вы должны как можно правее придерживаться. А потом уже перестраиваться, когда выйдете на главную дорогу. Во-вторых, создали помеху. Другой автомобиль изменил траекторию. Или вот ситуация. Водитель Рено Логан терпеливо ждет, когда освободится полоса. Но для выезда женщина выбрала неудачный момент. Поехала аккурат перед близко приближающимся транспортом. Именно такие маневры могут привести к ДТП, констатируют инспекторы. Если такое правонарушение, ну, вам не зафиксировано, можно отправить видеозапись на сайте ГИБДД. И там водителя уже будут искать. Ну, если госномер видно, дата, время, место, вы напишите в письме в электронном, то будут привлекать водителя за такие правонарушения. Эти молодые люди рассказывают такое нарушение, что называется, прочувствовали на себе. Попали в аварию, им дорогу не уступил другой автомобиль. Вы по главной ехали? Да. И что дальше? Поцарапаны. А сами-то пропускаете, когда вы езжаете из дворов на перекрестках? Да, поэтому нету никогда ни одного ДТП с нашим частям. То есть стараемся пропускать, особенно в такую погоду. Сотрудники ГИБДД призывают водителей думать перед совершением маневра, разумно оценивать расстояние до приближающегося транспорта. Как рассказали инспекторы ГИБДД, пострадавший пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. О том, как важно пользоваться этой деталью в автомобиле, расскажем далее. Рядом со мной сейчас находится эксперт в области безопасности дорожного движения Евгений Самыгин. Жень, привет. Привет. Сегодня тема нашей программы – ремень безопасности. Ну и водители традиционно делятся на два лагеря. Кто-то считает, что он действительно спасает при ДТП, ну а другие прям уверены, что наоборот человек может погибнуть из-за того, что его зажимает ремень безопасности. Вот что думают эксперты? Прежде всего, нужно задать вопрос себе, для чего я пристегиваюсь. Я пристегиваюсь либо для того, чтобы избежать наказания в виде штрафа, либо я пристегиваюсь для безопасности. Конечно, мнение разделяется на этот счет, но все же ремень придуман для безопасности. Само название – ремень безопасности. Прежде всего, необходимо начать с осмотра ремня безопасности, проверить его работоспособность. Для этого мы берем ремень безопасности и полностью вытаскиваем его на максимальную длину. Для чего это нужно? Для того, чтобы осмотреть, есть ли какие-то порезы, надрывы. Если таковые имеются, ремень не будет эффективен и может порваться в процессе его эксплуатации. То есть при ДТП. Здесь мы видим, что ремень исправен. Далее, смотрим, как работает втягивающее устройство. Ремень должен полностью втянуться в исходное положение. Если втягивающее устройство не работает, ремень не будет являться безопасным. Кроме того, обратите внимание на данный индикатор. Это может быть не только пластмассовое приспособление, но это может быть строчка. Если строчки, либо данного индикатора на ремень безопасности нет, ремень стоит заменить, поскольку было ДТП. Автомобиль участвовал в ДТП. Кроме того, необходимо убедиться в том, что ремень работоспособен следующим образом. Движением резким его вытащить. Это означает, что в случае ДТП при резком торможении или ударе, ремень будет фиксировать водителя или пассажира. Кроме того, необходимо проверить на исправность запирающее устройство. Для этого необходимо ремень безопасности металлическую упряжку вставить в запирающее устройство и также повдергивать его оттуда. То есть все работает, все удерживает. Так, садясь в автомобиль, необходимо, прежде всего, отрегулировать по высоте ремень безопасности с помощью специального устройства. Все мы обладаем разным весом, ростом, поэтому настройки являются индивидуальными, хоть себя. Необходимо отрегулировать ремень так, чтобы верхняя его часть проходила через середину плеча и через грудную клетку. В данном случае я отрегулировал ремень под себя. Если же ремень будет проходить ниже середины плеча, то в случае ДТП вы можете выскользнуть из-под него и получить переломы ребер. Если же ремень будет проходить выше, чем нужно, например, ребенок, который пристегнут только ремнем, без специальных удерживающих устройств, ремень будет проходить в районе шеи. В случае ДТП вся нагрузка будет распределяться в районе шейных позвонков. Это прямая угроза гибели. Поэтому используйте удерживающее устройство для того, чтобы ремень проходил именно в нужных частях и гасил энергию при ДТП. Учитывая, что зимой мы носим довольно плотные куртки, нельзя допустить, чтобы ремень проходил именно поверх этой куртки. Для этого необходимо расстегнуть куртку, либо снять ее совсем. Для чего мы это делаем? Чем плотнее ремень будет прилегать к телу, тем большую защиту он представляет. В этом случае я расстегнул куртку. И ремень сейчас довольно плотно располагается на грудной клетке. Что касается нижней части ремня безопасности, так называемой поясная часть, ни в коем случае поясная часть не должна проходить в районе живота. Поясная часть должна располагаться в районе тазовых костей. Самые прочные кости в нашем организме это кости таза, поэтому они способны выдержать довольно большую нагрузку. Для справки, при скорости 50 км в час человек весом 70 кг, при столкновении инерционной массы будет увеличена до 3 тонн. То есть человек из 70 кг превращается в 3 тонны. Довольно большой вес. Поэтому, если ремень будет на животе, это угроза разрыва внутренних органов. Это может привести к тяжелой травме. Особенно беременные женщины говорят, нет, мне нельзя пристегиваться в живот. Для этого людям с большими животами необходимо приподнять живот, опустить ремень безопасности, опустить живот. Вот такая шуточная, скажем так, инструкция по применению ремня безопасности, которая может спасти жизнь. Далее, когда мы пристегнулись правильно, необходимо посмотреть, не перекручен ли ремень. Потому что может быть вот в таком положении ремень, скрутка. И в случае ДТП это может привести к увечу. Поэтому нужно слить за тем, чтобы ремень был расправлен полностью по ширине. И когда мы собираемся начать движение, мы должны посмотреть, все ли пассажиры у нас пристегнуты. Для чего пристегивать пассажиров? И некоторые пассажиры говорят, на заднем сидении меня не видно, ничего не будет. Когда мы находимся в одном автомобиле, действует принцип солидарной ответственности. Каждый в ответе за каждого. Поскольку в случае столкновения пассажиры, не пристегнуты, начинают хаотично перемещаться по салону автомобиля. Возникает угроза столкновения голов друг друга. Пассажир может отлететь на водителя. Непристегнутый водитель может оказаться на заднем сидении в случае сильного удара. Поэтому страдают прежде всего наши головы. А это тяжелые травмы, которые сопровождаются серьезными последствиями. Ну и на сегодня это все. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин